С 1 апреля на территории нашей области стартует месячник пожарной безопасности. У нас сегодня в студии заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Юрий Александрович Арбузов. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, какие мероприятия, какой комплекс мероприятий предусмотрен в рамках этого месячника? В соответствии с планом основных мероприятий, Главного управления МЧС России Планировской области проводится месячник пожарной безопасности с 1 по 30 апреля. Здесь касается месячник в рамках пожарной безопасности, в рамках безопасности на водных объектах, в рамках гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Здесь сложившись с обстановкой педагогической, на территории имеются ограничения при проведении массовых мероприятий. Мы будем проводить информацию до населения в виде выступления в средствах массовой информации, размещения информации на интернет-порталах, ну и также вывешивать баннеры на досках объявлений по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, ну и естественно в населенных пунктах. В этом году весна началась рано. Насколько сложная ситуация с палом сухой травы и когда уже первые возгорания появились на нашей области? Первые возгорания у нас появились 22 марта и с каждым днем все увеличивались. Наибольший пик у нас был 27 марта, это в пятницу, когда происходили палом сухой растительности. Всего у нас за данный период, пока теплые дни были, произошло 319 возгораний сухой растительности. 160 возгораний было в населенных пунктах и 159 в ненаселенных пунктах. Наибольшее горение у нас происходило в городе Владимире, Собинском, Сузырьском и Камешковских районах. В ряде случаев отмечаются факты перехода огня от палом сухой травы на жилые строения. Так у нас 26 марта в деревне Анохино-Меленковского района было возгорание трех жилых домов. До этого горело 100 гектар сухой растительности на землях сельхозназначения. После этого огонь перекинулся по траве на населенный пункт, возгорелось три дома, ну и дальше уже пострадали другие строения. Дачные дома и нежилые. И возгорание было 28 марта, также в деревне Поросеницы. Там женщина сжигала мусор в металлической бочке. Бочка была дырявой, от этого произошло возгорание сухой растительности. Далее, от травы произошло горение жилого дома, ну и в конечном итоге сгорело всего пять домов. Один жилой, остальные дачные дома. В рамках данных мероприятий, что является деревней Анохино, возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению виновных лиц. Ну, а по второму случаю, в Меленковском районе, естественно, женщина установлена, которая сжигала мусор. И здесь уже сейчас будут, тоже проводятся комплексы мероприятий и планируется возбуждение уголовного дела по 168-й статье уголовного кодекса, причинение материального ущерба в крупных размерах. Юрий Александрович, есть вопрос у наших телезрителей. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему, что мешает органам МЧС... Говорите, говорите. ...в районе населенных пунктов, на землях, которые сейчас не используются, произвести контролируемый пал сухостоя травы и уйти от этих пожаров, которые уже всем надоели. Спасибо. Ну, по данному вопросу хочу пояснить. То есть, когда у нас был введен особый противопожарный режим с 27 марта по 31 марта у нас на территории Владимирской области был, здесь вообще сжигание запрещено, даже разведение мангалов. На данный момент с 1 апреля у нас особый противопожарный режим отменен. То есть, контролируемый палец сухорастительности организовывает руководители организации, либо, если земли сельхозназначения собственники земельных участков, естественно, здесь необходимо соблюдать требования правил противопожарного режима. То есть, органы МЧС не организовывают сжигание сухорастительности, а предупреждают о необходимых тех комплексах профилактических мероприятий, что необходимо делать и в соответствии с правилами противопожарного режима. Насколько это действительно облегчает работу в дальнейшем? Вот то, о чем говорил телезритель. Здесь облегчает то, что если контролируемый палец сухорастительности сделать, здесь, во-первых, травы уже не будет, и уже в дальнейшем не будет возгорания, когда будет жаркая и устойчивая сухая погода, и когда будет особый противопожарный режим, здесь уже безопасность будет. Естественно, здесь собственники земельных участков должны организовывать, в соответствии с правилами противопожарного режима, данные сжигания сухорастительности. Тем самым, здесь требования имеются, что должна быть вокруг места, где сжигание сухорастительности происходит, должна быть очистка 25-30 мл полоса от сухой растительности, от деревьев, от сухостоя, ну и, естественно, сделана мерализованная полоса не менее 1,4 м шириной, чтобы не было дальнейшего распространения. Естественно, должны быть ответственные люди, которые будут присутствовать при данном ПАЛе и иметь первичные средства пожаротушения. В случае возникновения пожара, принять меры по первоначальному тушению, мне, естественно, сообщить необходимо либо на 112, либо на 101, если будет угроза распространения населенных пунктов. Юрий Александрович, Вы уже привели пример возгорания у нас в области. Вот еще одна ситуация, которая у нас была освещена в новостях. Давайте посмотрим. На место в СНТ Тюльпан, расположенного в Ковровском районе, незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Горела не только трава, но и мусорная куча, оставленная другими садоводами. Как выяснилось, данное садово-некоммерческое товарищество активно гражданами не эксплуатируется. Многие участки пустуют десятки лет, в связи с чем территория СНТ сильно заросла сухостоем. Одна из владельцев участков, пенсионерка 1940 года рождения, решила прибраться на свои территории и сжечь ветки, чтобы подготовить золу для удобрений. Я подожгла, чтобы зола была у меня. Вот видите, как неудачно сделали. Ну, такое, ну, неудачно. В результате ее действий и вследствие сильного ветра огонь начал быстро распространяться по территории СНТ. Пожарным удалось не допустить распространения огня на дачные дома, которые еще эксплуатируются садоводами. В результате возгорания сгорела сухая травянистая растительность на площади 10 гектаров. В отношении пенсионерки, чьи неосторожные действия привели к таким последствиям, составлен административный протокол и наложен штраф в размере 2000 рублей. Итак, вот она ситуация, когда, казалось бы, какие-то благие намерения могут привести к большому возгоранию, да? Да, но в данном случае здесь женщина не соблюдила правила предпожаренного режима. Да, она контролируемые палы осуществляла, но не сделала полосу безопасностью вокруг того места, где она производила сжигание, то есть 25-30 меров, не очистила от сухой травы, там скосить там было, убрать это все дело. Ну и, естественно, минерализованная также полоса должна быть шириной 1,4 метра. То есть это тоже перекопано, должна быть земля. Но здесь этого не было. Поэтому пошло распространение. Естественно, женщине грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Ну и, естественно, будет приниматься решение возбуждать уголовное дело, не возбуждать уголовное дело. Но учитывая то, что траве не пострадали, здесь крупного материального черного не будет. Скорее всего, будет отказано в убеждении уголовного дела. Давайте еще раз поясним нашим телезрителям об ответственности административной и в какой случае уголовной наступает. Ну, если при нарушении требований пожарной безопасности просто на граждан административной ответственности наступает в соответствии с частью 1 статьи 20.4 кодекса административных правонарушений от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей. На юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если вот в рамках особого противопожарного режима, который у нас был с 27 до 31 марта, здесь уже ужесточаются штрафы на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных от 15 до 30 тысяч рублей. И на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Также, если в ходе нарушения требований пожарной безопасности произошло возгорание, если есть установленное лицо, возгорание причинило причинение ущерба другим, третьим лицам, здесь уже штрафы увеличиваются по части 6 20.4 кодекса административных правонарушений от 4 до 5 тысяч на граждан. Получается от 40 до 50 тысяч на должностных лиц. И на юридических лиц от 350 до 400 тысяч рублей. Если же крупный материальный ущерб будет и причинен вред и здоровью граждан, то здесь уже вступает в силу статья 6.1, статья 20.4 кодекса административных правонарушений. Здесь штрафы на юридических лиц идет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Либо административные пристановления деятельности на срок до 90 суток. Ну и также здесь необходимо не забывать то, что если ущерб причинен третьим лицам, также в рамках гражданской ответственности через суд можно будет предъявить данному человеку возмещение ущерба третьему лицу, который пострадал. И здесь уже естественно тоже человек пострадает виновное лицо в дальнейшем. Есть звонок телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Юрий, меня зовут Игорь. У меня такой вопрос к вам. Как защититься от пожара, чтобы не задохнувшись, что делать, если комната наполнилась ветчим дымом? Спасибо. Здравствуйте. Ну в первую очередь необходимо найти марлевую повязку, либо какую-нибудь ткань, намочить ее водой, ну и естественно закрыть органы дыхания. Если сильное задымление идет в помещение, наибольшее количество задымлений начинается под потолочным перекрытием и спускается вниз. Если сильное задымление, когда вы стоите, необходимо спуститься на корточки, на пол, либо вообще лечь и ползти на выход в данном случае, чтобы не задохнуться. Потому что внизу у пола меньше дыма. Все, да? Да. Сейчас отменен особый противопожарный режим, но сегодня ввели режим самоизоляции. Кто-то успел это уже сделать на дачных участках и, пользуясь случаем, наверняка захочет прибраться там. Так вот, как это правильно сделать, что можно, а что нельзя? Ну здесь можно, на данный момент у нас особого противопожарного режима на территории Владимирской области нет с сегодняшнего дня. Сейчас можно собрать сухую растительность и производить ее сжигание, естественно, соблюдая безопасность и требования правил противопожарного режима. Необходимо иметь первичные средства пожаротушения, например, ведро с водой. Ну и, естественно, если костер разжигаете, чтобы вокруг не было сухой травы. Например, прикопать землю вокруг где-нибудь шириной 0,5 метра, чтобы не было дальнейшего распространения. Естественно, если сжигаете мусор, то сильные костричи не нужно делать, потому что искры летят. И, естественно, должно быть расстояние от ближайших объектов при сжигании мусора не менее 50 метров. А можно ли сейчас разжигать костры в лесах? Ну, вообще, с начала наступления пожароопасного сезона, то есть у нас начинается весной, с момента таяния снега, и до начала осеннего периода, когда уже идут сильные дожди и выпадение нового снега. В данный летний период, весенний, летний, осенний получается, здесь разведение костров на территории лесов нельзя делать. Особенно, то есть костры разводить в хвойных молодняках нельзя, в горях, на участках поврежденных лесах, особенно в травяных местах, где имеется торф в землях. Здесь можно в лесу и разжигать, если имеются открытые площадки. В лесу, естественно, не было, чтобы сухой подстилки рядом. Также необходимо при сжигании каких-нибудь порубочных остатков, естественно, открытая территория должна быть. Также сделана припахная земля шириной не менее 0,5 метров. Ну и при окончании сжигания, естественно, вот эта кострича необходимо засыпать землей. Здесь за нарушение правил пожарной безопасности в лесах также имеется ответственность административная по статье 8.32, кодекс административного права нарушения, где на граждан возможно выписать предупреждение, либо штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если взять юридических лиц, то здесь штраф будет от 10 до 20 тысяч рублей. И на юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. А я напомню, что на студии был заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимирской области Юрий Аруглов. Спасибо огромное.